Это видеозапись камеры наблюдения, установленной в казино развлекательного комплекса. Отчетливо видно, как, войдя в зал, вор в законе силой отгоняет людей от игровых автоматов. Тех, кто решается сопротивляться, успокаивают его целохранители. Впрочем, некоторым игрокам Углава возместил уже опущенные в автомат деньги. На основании этого видеосвидетельства криминальный авторитет был задержан. По утверждению милиционеров, уже в машине Углава стал сопротивляться и даже выдал ногой одну из форточек служебного УАЗика. Такое поведение, которое показал данный товарищ, не приветствуется в уголовной среде. И уважающий себя вор законе, каким он себя считает, во-первых, не пойдет на совершение мелкого административного правонарушения. Ну, а во-вторых, не будет оказывать сопротивление, предпочитая, чтобы к делу в дальнейшем подключились дорогооплачиваемые адвокаты. В суде Углава утверждал, что ни драки, ни скандалы он не учинял, а лишь ходил и раздавал людям, играющим в автоматы, деньги. Более того, своего друга он ударил лишь для того, чтобы тот не тратил свои кровные. В данном случае задержанному не помогли ни адвокаты, ни связи. Он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток и отбыл наказание, словно обычный мелкий хулиган. Более того, ему пришлось уплатить штраф в 400 рублей за умышленное уничтожение милицейского имущества. После этого Георгий Углава спешно покинул Забайкалье. Георгий в настоящее время может находиться, как у нас такая информация, но то, что его пребывание на территории региона было очень кратковременным, это установлено. Сам по себе отъезд коронованного вора в законе не был основной задачей оперативников. Им удалось главное, Углава покинул Читу, так и не добившись признания в местной воровской общине. Михаил Ведерников, Виталий Квашнин. При содействии пресс-службы УВД Читинской области. Вести Чита.